Видео подготовлено специально для сайта online-gdz.net. Здравствуйте! Сейчас мы выполним 76-е упражнение. Прочитаем задание. Диктант с подготовкой. Прочитай текст. Пользуясь инструкцией, расставь в нем знаки препинания. Давайте выполним. В одном огромном лесу жил-был лесничий по имени Чернобородый. Он целый день бродил взад и вперед по лесу, запятая, и каждое дерево на своем участке знал он по имени. В лесу лесничий всегда радовался, запятая, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. В лесу у него все шло хорошо, запятая, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Вернемся к заданию. Понаблюдай, какую роль играют в этом тексте сложные предложения с союзом А и Но. Напиши под диктовку. Составь схемы сложных предложений. Каких из них есть однородные члены? Обозначь известные тебе орфограммы. Итак, чтобы составить схемы сложных предложений, для начала нужно выделить грамматические основы. Первое сложное предложение. Он целый день бродил взад и вперед по лесу, и каждое дерево на своем участке знал он по имени. Подлежащее он. Сказуемое. Бродил. Подчеркнем. Вторая часть. Подлежащее он. Сказуемое. Знал. Следующее. В лесу лесничий всегда радовался, но зато дома он часто вздыхал и хмурился. Подлежащее лесничий. Что делал? Сказуемое. Радовался. Подлежащее он. Что делал? Вздыхал. И что делал? Хмурился. В лесу у него все шло хорошо, а дома бедного лесничего очень огорчали его сыновья. Итак, подлежащее все. Сказуемое шло. Подлежащее сыновья. Сказуемое огорчали. Давайте составим схемы этих предложений. Итак, он бродил, запятая, и знал он, точка. Следующее. Лесничий радовался, но он вздыхал и хмурился. Точку не забываем. И последнее сложное предложение. Все шло, а огорчали сыновья. На этом все. Больше видео вы можете посмотреть на нашем канале. А если у вас есть вопросы, то задавайте их в социальных сетях. Ссылки под видео в описании. Спасибо за внимание.